Поросятки уплетают снег. Вода, естественно, замерзла. Сейчас я ей тепленькое привез на пою первым делом. Доброго! Всем здоровья! Сегодня я приехал один, хочу немножко поработать в доме. Ну, первым делом пою теплой водой хрюшек. Хрюши в кормушке еще сидят, значит, корма еще у них есть. Пока еще хватает, но, наверное, по голове надо потихоньку сокращать. Какого-нибудь надо черненького... Все, разнес кашу. Кашу по трем корытам. Они разошлись. Сразу уже не бьются. Топлю печь и заработаю. Собака на кого-то гавкает. Значит, сегодня планирую поработать чуть дольше, поэтому открою окно. По поводу возгорания пыли. Ну, я не буду стараться доводить уже до такой степени, чтобы мне уже здесь такой кумар был, чтобы он мог загреться. Ну, и печки буду закрывать. Окна буду открывать. Будет сквозняк, но... Ого! Ну, пускай лучше будет сквозняк, чем... А шо ж такое. Поставить окно. Пользу отвертку искать. Решетки вот, скорее всего, я выйму уже совсем. Ценностей у меня на улице бегает намного больше, чем в доме. В доме я не храню, в принципе, ничего. Печка неподъемная. Ну, даже не знаю, какие тут ценности могут быть. Весь инструмент, которым я работаю, я с собой сюда привожу. Я ничего не оставляю. Машина у меня загруженная по полной. Сегодня привез две лестницы. Одна внутри в салоне, вторая на крыше. Пока не буду, но... Наверное, решетки отсюда надо убрать. Они очень сильно портят вид. Сидишь как за решеткой в темнице сырой. Пойду еще зайду, пока немножко греется помещение, В помещение зайду к кроликам и внутряшкам. Посмотрю, что они там съели, не съели. Может, капусту им сразу возьму и занесу. Так, ну что здесь? Здесь у нас кашу съели полностью. Цыкву, морковку так себе. Капусту тоже полностью. Ну, капусту даю. Одну для начала. Уезжай, а тогда покормлю более серьезно. А, картошка тут еще сейчас. Да. Картошка вареная. Все, пока не идет. Сегодня я даже с костюмом, возможно, я его даже одену. Значит, вот эта щетка, в прошлый раз, на которой я проводил испытания, но я ее не мог зажать. Я сделал вот такую гайку. Это длинная гайка, обычная стройкрепеж купленная. Я ее проточил. И сейчас она очень хорошо все это дело зажимает. Я думаю, и центрирует. Так. Этим я уже пробовал работать. Сейчас мы начнем. Чтобы работать очень близко в каких-то труднодоступных местах, я еще вот такую. Ну, это на гайке, но зато она коронковая. А вот регулятор оборотов забыл, наверное. Или в машине лежит. Пойду смотреть. Ну, начну с этого. Вот этот ершик. Заявленные обороты не превышать 6,5 тысяч. Сама машинка дает только от 1800 до 3000 оборотов. То есть, в два раза меньше, чем она может работать. Ладно. Меньше слом, но больше делаем. Костюмчик. Опа! Автоматически одевается. Да, конечно, так удобнее работать. И пыль в основном не древесная. А вот эта вот побелка. Вряд ли она горючая. В принципе. Так что продолжаем. Обценики у нас называются. Даже тост есть такой. Будь мумицный, я купцень. Вот дерево какое. Даже гвозди не достаются. Повылазили через металл. С трудом. А, ну, в принципе, да, тут что-то. Шестьдесятка, наверное. Ну, достал. Второй. А второй. И второй достал. Здесь, я надеюсь, семидесятки не будет. Семидесятки нет, тридцатка будет. Все, шпаклевку-то во времени убрал. Это гвозди для вешалки. Они остаются. Дальше. Ну что, получается неплохо. Но потом еще я все-таки той пластиковый, неулоновый, как она называется правильно, побегаю. Вот еще гвозди. «Эээ» Дальше. Чтобы очень здоровый дней пополiz Lot 1 3ů opened. pped Звучит музыка. Поэтому сейчас мы попробуем его поменять. Гайка осталась. Гайку повернули. Гайку повернули. И чище станет. Так вывалялось это, перекидалось с места на место. А так все пойдет в дело. Звучит музыка. Звучит музыка. Еще печка работает как вытяжка большая. Поработал, открыл дверку. И буквально через пару минут... Ну я думаю здесь все работает. Окно открыто, дверь открыта. Там плита тянет, здесь. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыки. Звучит музыка. Продолжение следует... 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 вот парадокс сверху караеда больше чем снизу снизу то ли дерево на низ брали самое мощное то ли не знаю может там где суши там и и караед кушал все сейчас не вот надо вот эту вот стеночку до трубы пробегать нейлоновой и я останусь довольны своей работой ну проявляется не быстро но появляется да это очень кто вычищает полностью все дома а если еще применяет лепестковый круг возможно у нас дерево разное как я пробовал не лепестковый не круг наждачкой у меня здесь не пошел на сразу забился и стали появляться вот такие пережоги вот здесь даже от ёршика видно вот это полосы этот металлического сейчас я его зашлифую вот эти вот сейчас четко по середине экрана видно граница вот справа я ходил ершом нейлоновым и слева нет все таки разница есть разница большая надо чистить если честно наработался не хочется даже говорить но надо закончить этот ролик результатом я доволен примерно так я себе и представлял чуть-чуть остается где-то в щелях или в пятнах вот этой синевы проявляется структура дерева я думаю она еще больше проявится после того как она покроется не дочистил я туда до конца угол и здесь я остановился над дверью над дверью намного больше караеда и туда в угол тоже идет караеда больше то есть вот такой небольшой караед который вот по поверхности даже не видно чтобы он уходил туда внутрь он даже я бы сказал и не портит он такой какой-то орнамент здесь нарисовал а вот тот который уже глубокий уходит туда он некрасивый зашпаклевывать его ну будет наверное еще хуже если дальше буду чистить и караеда будет больше лучше наверное это будет закрыть тем же ламинатом и будете быстрее и чище о избе применять не хочу не буду говорить почему не хочу может даже мы съездим я покажу дом который отделан в избе изнутри ну и почему я им отделывать не хочу мне еще надо пойти отъезжая покормить хозяйство натереть им что там есть остался еще несколько горбузов тыквы и это надо стереть и отдать возможно добавлю еще капусту капусту прихватило даже здесь доме мороз у нас ночью опускался до минус 18 но уже завтра обещают 0 на ночь еще будет мороз а на день уже каля 0 так ну что-то надо весело рассказать если получится они тут сегодня такой жена звонит мужу дорогой что ты делаешь то вот уже лежу в постельке засыпаю а ты а я сижу в баре за твоей спиной и смотрю как ты скотина крутишься и не можешь уснуть все кормить хозяйство ну еще вопрос интересует ваше мнение как вы считаете ламинат прибивать вот так ну досочки или все таки пытаться вот так вот так он может повторить неровную структуру дерева вот здесь даже палец пролазит если доску бить так то это все выровняется это будет неестественно а а если доску бить вот так вот дерево она будет очень похожа на бревно на что ну как бы эта стена рейку какую-то бить вообще не хочу потому что там будут мыши бегать между стеной стеной и только ламинации сразу и очень плотно сейчас уже еще есть много там вариантов я ищу бушный уже который полежал он намного дешевле вот проще и ровнее будет так красивее каким путем пойти напишите ваше мнение а кто тут у нас сидит привет хорошее место выбрала ты вот все на тут тепло я не жалуюсь хочу котлеты я хочу кисель пью что ты тут делаешь вопрос туда пошла что-то и замерзла а это у у у у у у у На, руля, видите 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 Все, все семечки съела Теперь можно и молодежи отдать Некому с вами поразговаривать Ну и что ты хочешь, подмазель Сейчас я закончу крутить И будет вам пожеванный кабачок Есть небольшой недостаток этого общего кормления Это то, что сюда Кто его знает, что может случиться А так у них есть снег, сухой корм И все будут Ну, во всяком случае, не голодные Субтитры создавал DimaTorzok Ты зачем мне кроликов разогнала? Хрюша, давай, это уже не твой дом Давай отсюда Кышей Значит, кролики на месте Вот сейчас мы беленького видим Белый, серый, черный Но они больше ночные Животные Поэтому днем их, как правило, не видно Вот этот вышел Воздухом подышать В этом все Так вот прошел мой день Сегодня не только покормил Но и хотя бы чуть-чуть поработал Если синоптики не передумают И у нас потеплеет Я думаю, я сюда приеду на несколько дней Отсюда даже слышно, как работает техника Вот там, где ходили люди Мы в прошлый раз выезжали Там начали копать опять песок И делают где-то дорогу туда опять в болото Ну, чтобы вывозить лес Если Сильного плюса не будет То дорогу они, конечно, даже выровняют Они ее как катками вкатают Этими мазами Но если будет сильная оттепель Они у нее уничтожат Полностью на нет И так как та дорога закрыта Эта закрыта Эта закрыта Эта закроется Надо, по-моему, уже идти К какому-нибудь дяде Ладно До свидания вам Мира Всего хорошего Бог даст До новых встреч Пока